Приветствую всех дорогие друзья, на связи как всегда недомайнер и моя скромная таверна. И сегодня несмотря на выход RTX 3000 и Zen 3 мы будем собирать действительно лучший игровой ПК всего за 50 тысяч рублей. Ведь до выхода нового бюджетного железа еще очень долго, а такой вариант будет отличным приобретением еще не один месяц. Ну а перед тем как мы перейдем к сборке не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А собрать такую сборку вы можете как всегда в два клика по ссылкам в описании. А я хочу начать подбор комплектующих с материнской платы. По такую сборку я выбрал новую народную материнскую плату Gigabyte B550M-S2H, так как время все-таки на месте не стоит и иногда лучше немного переплатить. Хотя вариант на старом B450 чипсете до сих пор актуален. Взяв же более новый чипсет вы гарантированно получите поддержку новых процессоров на архитектуре Zen 3. Плюс ко всему данная мат имеет более мощный питальник, что положительно скажется на нагреве зоны питания процессора и позволит установить более жрущие камни. Найти такую материнку можно всего за 7100 рублей. На мой взгляд за такие деньги данная материнка вполне имеет место быть на рынке. Не стоит забывать также и про частоты оперативной памяти. Если на материнке B450M-S2H максимальная поддерживаемая частота АЗУ была на отметке 3600 МГц, то в этой материнке поддерживается уже вплоть до 5100 МГц. Это огромный плюс как для разгона АЗУ на Zen 2, который способен переварить чуть больше 3600 МГц, так и для запаса под новые процессоры, которые смогут переварить еще большую частоту. В общем материнка идеальная за свой бюджет и выполняет все необходимые функции главы сборки ПК за 50000 рублей. Под нее я выбрал процессор Ryzen 3 300, так как это отличный вариант сейчас как по цене, так и по производительности. Особого бюджета разгуляться у нас нету, ибо цены выросли уже очень значительно. Поэтому выкладывать еще немного бюджета в 3300X и еще немного бюджета в охлад у нас возможности нету. Лучше за эти деньги мы возьмем нормальную видеокарту. Хотя если у вас все таки есть лишние баксов 100, то можете поставить сюда Ryzen 5 3600. Охлаждать наш процессор в этой сборке будет новая версия GAMMAX 200. Ее главное преимущество это тишина и почти честный тдп в 100 ватт. Конечно в любой непонятной ситуации вы можете взять GAMMAX 300, но я решил сэкономить немного бюджета и остановился именно на этой башне. Ведь ее за глаза хватит нашему Ryzen 3 300. А если вы будете ставить в эту сборку более мощный процессор вроде Ryzen 5 3600, то я рекомендую взять вам GAMMAX 400 V2. А оперативную память как всегда будем ставить мою любимую. Viper Steel на 3200 МГц как всегда самый лучший вариант по цене и качеству. Если вы хотите гнать оперативную память и потратить лишнюю тысячу рублей, то можете взять предаторы или баллистиксы. Они до сих пор актуальны для разгона, а вайперы как и раньше подходят сюда как по цене, так и по простоте установки. Вам просто необходимо выставить XMP профиль и радоваться хорошей ОЗУ. А истинные оверклокеры и из таких плашек смогут выжать лишние пару сотен МГц. И видеокарту как вы поняли из названия мы ставим от NVIDIA. Зеленая GTX 1660 Super сюда влезла как по бюджету, так и по ситуации на рынке. Я уже как-то говорил, но еще раз повторюсь. Замены этим видеокартам выйдут явно в следующем году, а после их выхода еще пройдет какое-то время пока цены нормализуются. Поэтому кричать, что 1660 плохая карта потому что зеленые показали RTX 3080 не нужно. Выход топовых и даже средних видеокарт никак не скажется на младших моделях, разве что они могут немного подешеветь. Но с такими ценами на RTX 3000 это явно не случится. Так что смело берем 1660 Super уже за 20 тысяч рублей и наслаждаемся комфортному геймингу в Full HD, а в будущем вам никто не мешает поменять ее на какую-то карту с лучами. Кстати по процессору забыл сказать, что уже скоро выйдет Zen 3, но бюджетные модели появятся так же не скоро. Поэтому в будущем вы можете поставить как бюджетную или среднюю модель на Zen 3, так и обновить видеокарту. То есть апгрейд у такой сборки есть и я специально его продумал. Что касается блока питания, то я поставил сюда Thermaltake TR2S на 600 Ватт. Мощности я взял явно с запасом, но по цене сейчас это очень актуальный вариант, так как большинство блоков очень сильно выросли в цене. А если у вас получится найти Cooler Master MVE White, то можно взять и его. Но я так понял он пропадает почти везде, где появляется как и оперативная память от Crucial. Перекубы скорее всего не дремлют и тарятся лучшим железом для перепродажи. А может быть и майнеры опять накинулись купать оперативную память. В общем дефицит этих железок явно присутствует. Собирать такую сборку мы будем в классическом корпусе Zalman S2, так как за 2600 рублей лучшего найти просто невозможно. А тут вам и нормальная продувка и красивый внешний вид. А если хотите подсветку, то можно просто купить цветных кулеров. Сразу скажу, что боковая стенка тут из акрила и имеет довольно темную тонировку. Но стекло за такие деньги естественно никто и не поставит. А экономия всегда должна быть экономной. Поэтому в угоду нашей GTX 1660 Super лучше воздержаться от дорогого корпуса и наслаждаться красотой в играх, а не на столе. По накопителям я как всегда поставил только базу. Это адата на 240 гигов. Как по мне этого объема хватит, чтобы держать один большой проект и какие-то онлайн игры. Но вы также можете докупить жесткий диск или взять SSD большего объема. Конечно, если ваш бюджет чуть больше бюджета этой сборки. И в итоге такая сборка мне обошлась в 53410 рублей и сейчас вы видите все комплектующие сразу. На мой взгляд это идеальный вариант, который я могу посоветовать сейчас собрать. Это и новая платформа на B550 чипсете с поддержкой PCI4 и весьма неплохая видеокарта, а не самая бюджетная GTX 1650 Super. А самое главное, вы ничего не теряете, если собираете такой ПК. Так как замены этим комплектующим точно не будет до следующего года. А даже если появятся раньше, что маловероятно конечно, то вы просто офигеете от цен. Так как на практике любая новая железка первые месяца 3, а то и больше, стоит дороже. Но и не стоит забывать про курс, если вдруг он вырастет, то и железо все поднимется. Так что я советую вам не волноваться по поводу нового железа, если у вас бюджет всего 50 тысяч и вы не гонитесь за ультра настройками в разрешении 4К. Но все таки я должен сказать, что B550M S2H поддерживает PCI-Express 4.0, который возможно даст хороший прирост Next-Gene с приходом Direct Storage API. Если прирост действительно будет значительный, то ваша материнская плата уже поддерживает высокоскоростные SSD M.2 и менять вам ее точно не придется. Ну и давайте я вам покажу тесты такой сборки ПК. ПОДПИШИСЬ! И как видите, такая сборка очень достойно справляется с играми нынешнего поколения и я надеюсь каждый, кто ее соберет будет доволен на 100%. Но если вам понравилась такая сборка ПК, то не забудьте поставить лайк этому видео. А я хочу напомнить, что вы всегда можете задать любой интересующий вас вопрос по железу в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!